Игнатий Тихонович, меня зовут? Да, да, зовут вас. Я бы привез, прощепованный ведро. Я тут открыл интернет, свой ВКонтакте открыл, и мне письмо прислала некая Левтина. Левтина? Левтина Вересова. Ну, с фотографии, конечно, нет. Ну, может, это мальчишка какой-то. Ну, нет, судя по всему, это все-таки женщина. Ну, почему так? Ну, вот давайте я зачитаю. Вот, буквально оно вот пришло. 16.52, а сейчас 57. Пять минут назад написал. Здравствуйте. Три восклицательных знака. Зачем вы, взрослый человек, позволяете себя так унижать Лапкину? Как остановились? Так унижать Лапкину? Да. Как можно унизить человека, который униженный и раздавленный лежит? Как его можно унизить? Вы порочите советскую власть. А Валентина Афанасовна говорит, порочную женщину нельзя порочить. Ее жизнь порочная. Так и страна наша. Вся утопает в разбрате. А ей день девства праздновать будут. Ну, тогда смешники. Ну, и как, в чем она выражается? Ну, вот смотрите. Раньше Лапкин занимался Никитой. Это уже я слышал многократно. Теперь его нет, перекинулся на вас. Да как перекинулся? Ты приехал сюда. Да, я специально, кстати, за этим приехал. За этим приехал. Она ничего не знает, если это женщина. Она себя увидела в этом. У православных унижений нет. Они не понимают. Отвергли себя, раздали себя. Чем, а не человек? Ты за кем гоняешься, царь? Блоха одна, говорит, блоха. Царь Давид. А мне сегодня пишут, никакого Давида не было. Соломона не было. Ну, а шарелые сатанисты. Дальше. Вот, теперь перекинулся на вас. Так нельзя. У него зэковские замашки. Пахан этот. Так, а подожди. Что значит зэковские замашки? Они даже не знают, что зэк, это человек, который сидел, но еще не говорит, за что сидел. Я сидел там за то, что Господа проповедовал. И зэки делались людьми. А ты кто пишет, там понятия никакого не имеют. И как, что знать? Материалы выставили, засовобоженные туз, приговор мой выставлен в интернете. Я был один. На лагере один был. От Барнаула до Камчатки. По этой статье один я был судим. А ты что-то говорит? Я первый в стране опубликовал архипелаг ГУЛАГ на 10 лет раньше Нового Мира. Брал интерьер репрессированных. Зэк. И какие это привычки она знает. Пахан. Пахан этакий. А что такое пахан? Ну, вы расскажите. Я с паханами там сидел, которые старшие в камере. И которые следили за тем, чтобы ко мне никто не лез. Это человек вообще ничего не знает. Но он может назвать, что я племянник Гитлера. Что я расстрелил детей в Освенциме. А в Бухенваде я просто жарил и ел. Тут можно что угодно. Бумага, говорит, терпит. Она что? Неизвестно кто. А почему? Я от этого делаю вывод. Я не такой, как они. Иначе бы они не нападали. Это означает правильно. Господь говорит, гнали меня, буду гнать вас. Горе вам, если все о вас будут говорить хорошо. Горе. А я отсюда вижу, благостовен Господь. Я уже привык к этому. Более шести тысяч человек, которые этим занимаются, на меня напали. Более шести тысяч я уже заблокировал только. Но это написали, а многие даже не написали вообще ничего. Хотя так же. Вся страна такая. Если в Санкт-Петербурге проголосовали больше за Собчак Ксению, чем за Владимира Больфовича Жириновского, он говорит, какой народ-то? Ну вообще никакой. Вот я поставил златоуса. Я златоуст насчитанный о нравственности, о покаянии. Два человека зашло. Парень какой-то выставляет, как я с сыщенком выживал в лесу. Ну, пришел в лагерь, 3,8 миллиона. Бабушка показывает, как чистить правильно сковородку. Там 4 миллиона. В миллион раз больше вот на сковородке, чем златоусты. Почему? А там ничего не надо. Он посидел, ха-ха-хи-хи. Ну ладно, Маша, пошли. Опять опрокидывает ее. И ничего нет. Будете блудить и не будете размножаться. Это страшно. Это уничтожение страны. Кто это говорит? Ты спроси, они вот за детей, они борются. У них висит десяток абортов. А можно в статье мужик. Каждый день 18 тысяч абортов. Это не без меда мужиков делается. Вот Игнатик дальше, давайте. Он не на зоне. Как? Он ведь не на зоне. Ну, вы же не на зоне. Мы же сейчас не на зоне, она говорит. А так, вот и дальше. Я угоняешь, чтобы... А он, он не на зоне. Ну, как бы... Чего он так себя ведет? Он ведь не на зоне. Я слово гоня не пойму. Слово г. Не на зоне. Он ведь не на зоне. ЗС, З. Зиновий первое. Не на зоне. Не на зоне. Да. Ну понял. Он ведь не на зоне. Чего он так... Вот. А что интересно? Ни один заключенный, а я был среди тысяч. Никогда ни одного слова не говорил. Если кто скажет, по стенке размажут. Я молюсь, полная тишина. Каждый день два часа проповедования, ни один слова не скажешь. Я только говорю, человек... Ну, сатана просто. Он не знает, что. Сколько человек пришли к Богу? Это к Богу пришли? Мне пишут. Кто-то стал священником. Кто-то... Один через улицу уйдет, с женой кричит. Увидел меня. Я не могу подойти к вам. Это жена. Я сошелся теперь. Ну, я не пью, но у меня бутылка в руке я несу. Приветствует. Мы сидели вместе. А другой освободился, нашел меня дома. Пришел поблагодарить. Моя жизнь стала другой теперь. Каждый день. Она здесь еще нету. Эта пустышка. Что нам показать, если это женщина? Дальше. Вы позволяете ему себя оскорблять и унижать. Ну да. Не могут быть люди все одинаковые. Вы медлительный человек. Какой? Не длительный человек. Но работайте, трудитесь. И он должен вас благодарить. Что вы все рядом. Что вы все рядом. А что благодарить? Что она перечислено качественно, отрицательно, должен благодарить. Ты для того приехал, чтобы стать другим. Ты научился маленько бегать. Побыстрее молотком шевелить. Она не знает совершенно ничего. Так работать, как вот работаешь ты, а ты ни в одну бригаду нигде не примут. Ну зачем ты баланс нужен-то? Там работа до седьмого пота. Давай. Вы хоть и медлительный человек, но работаете, трудитесь. И он должен был благодарить. Так, что вы все рядом и помогаете. Но Лапкин только помукает. Вечно всем недоволен. А как быть довольным, когда ты над собой, ну это душа, это не огород. Дня не трудился. Еще не поверни, не знаю, не так. Прилежь, лет отдохнуть. Ничего. Во время работы пошел на сеновал, залез в чужой сеновал. Посплю во время рабочего дня. Она же не знает это. И она как-то на тебя повлияет. Никак. Так, если это какая-то пишет на букву Б, говорит, то она тебе не нужна. А другая честно не напишет. Да кому такой мужик нужен? Я тебя к чему учу? Апостол Павел говорит, на листалище многие бегут, но один получает награду. Итак, бегите, чтобы получить. Бегите. Я хочу, чтобы ты спасся. Она об этом даже слова не знает. Я побуждаю вас на ночную молитву. На дневную работу по-божески. Вот. В Лапкин только помукает. Лично всем недоволен. На кого вы тратите свою жизненную энергию? Так, обожди. На кого ты тратишь свою энергию, которая у тебя может в сто в тысячу раз меньше? У тебя вообще этой энергии нету. Это все удивляется. Вот сейчас, вы сейчас сидите дома. Я пришел потный, что? Я смотался, четыре мордушки проверил, ведро рыбы принес, а никто никуда не шевелится. Его энергия какая? Пузо нарастил. Теперь я расшевелил вас. Это скорее велосипед повез в аквариум рыбы, где они даже на осени дорасти. Володя скорее печет, все зашевелилось. Пузо наносил. Да, Вытиш. Пузо наносил. Зачем вы обрекаете себя на унижение? Опять, это говорю. В лапке не самом внутри сидит сатана. Господь говорит, с силой Весовской, Вильзиола, вот он сатана и вылез с трогами. Он в прелести, это ясно православное, вот это слово соплели буквально все. И не видят, что делают с ними попы, что они крестят мокрой ладошкой, только венцы не надевают. Они не видят этот бедлам церкви. Прелесть гордыня, два слова, прелесть гордыня. А что такое прелесть? Ну прелесть это очень, ну ложь, ложь в квадрате можно сказать. Ложь это очень сильная ложь. Не, лесть, лесть, что такое? Лесть, а это прелесть. То есть лесть это лошадь, я так понимаю. Абсолютно, вот Сережа, объясни ему. Что такое лесть? Ну вот лесть, объясните мне. Прелесть и лесть это два разные слова. Нету прелесть это... Подожди, стой. Корень этого слова какой? Прелесть. Ну вон у гугла спроси. Можно хоть честно. Ну я считаю, что... Ну лесть корень этого слова? Нет, 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 нет. А что? Лесть это льстит человек, поддерживается, чтобы прелесть. Можно льстить, можно льстить самому себе, можно льстить ближнему. А можно очень сильно льстить. Это другое слово совершенно, лесть не корень здесь. Ну хорошо, какое? Другое происхождение совсем. Ну какое? Ну какое? Ну я в другом... Прелеститься. Прелеститься. Прелеститься, да. Прелеститься чем-то. Я прелестился чем-то в прелести. Нет ничего, а я думаю, все у меня хорошо, все ладно, прелесть. Да. А какой лезть ты когда-нибудь? Можешь самому себе. Лезть на кого-то направленно. Я льстю тебя, молодец, вот она льстит тебе. Да. Вот она как раз и находится в этом состоянии. А Достоевский говорит, если хочешь сильнее кого-то укорить, укоряй собственными грехами. А у тебя кто-то скажет, да ты же бессет, сама такая. Нет, ну просто меня умиляет в кавычках вот такие комментарии. Ну и что ж, удивляться. Вначале чувствует, раз, твой тебе это надо бальзам. Нет, я в кавычках говорю умиляет, то есть я... Мне людей этих жалко найти. Ну правильно, ну сатана до времени. Скажи, почему она на Володю не вылезла, это сатана? На Володю? Ну он потому что... Он работает один. Как объяснить? Вчера вы работали там, кололи дрова, можно сказать, кто больше наколол? Безусловно, Володе. Ну все. Хотя у него был инструмент самый худший. Ну и так и раз, два, 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 два. Вчера ты никакой роли не играть и с ним разговаривать не еще. За хвостом я был. Не-не, давайте закончим, интересно. Да, давай, давай. Вот. Ведь это таких комментариев тысячи ведь. Ну и что? Ну нет. Это говорит о том, что абсолютно сто процентов, что я не такой, как они. Классика же. Ну мне не надо ничего говорить. Только заходи на форумы, заходи на сайт, заходи на YouTube. Там все ты найдешь. Притом ничего не скрывает. Ничего не скрыто. Такого не бывает нигде. Двенадцать тысяч, триста роликов. И как я с детьми занимаюсь? Как вы приходите? Никита. И что Никита? Никита там образует даже курсы, занятия. Когда приехал, то он еще спрашивает. Это всем понятно. Никита, на Никиту сколько я энергии потратил? Ни лопатой, ни топором, ничем. А поехал, он уже работает и сейчас где-то... Да главное то самое, что он от армии ушел. И вот уже тридцать лет, пять лет пробыл. И все. Все понимают. Порошенко им не воспользовался. Он против России ни одной пульки не выпустил. Это мало. Пусть через каждого один боевик. Или кто там на Украине придет. И война кончила в Донбассе. Но мне заблокирован было пять лет. Теперь его в армию не возьмут. Что тебе еще надо-то? Хоть этот, может признать. И вот спрашивает. Или вы считаете его во всем правым? Да, вору назови еще. Вот. Постоянно слышно от него я, я, я. Это я знаю кто говорит. Да, я с ним во многом согласен. Зачем? Мне это не надо. Говорит часто правильные вещи. Какой анализ дает? Но не могу спокойно смотреть на то, как взрослые мужики унижаются. Да. А вот скажи, что такое унижение? Унижение? Верующего христианина можно унизить? Верующего христианина? Да. Унизить? Унизить. Он сам считает себя как вот… Да без этого, без собственного полного отречения нет христианца. Господь говорит, он хочет идти за мной, отвергнись себя. Теперь возьми крест. Крест твои именно потеряет ты сейчас, ты несешь. И следуй за мной, а не убегай куда-то. Ну видите, Игнатик, так как я, как сказать, только учусь на христианина, я не могу, я в этой шкуре не был. У меня гордыня выше крыши. То есть только меня за день говно сражает. Одобряет? Своим признал. Вот она и говорит, пускай из тебя говно лезет. Чего ты не реагируешь-то? Вот она меня к этому подталкивает. Подталкивает. Вот. А вот была бы эта душа рядом, парень какой-то или там священник, ну какой там СД, и что бы он сказал? Ну больше о распустывающем церкви-то нет. Такого тоже самое. 90% на вторую букву АЛФА это. Я скажу СД, можно сказать или не надо? Ну только… Дудин, он тоже самое говорит священнику. Не надо мне его. Ну а как? Ну то же самое говорит. Я же с ним так же переписывался. Оттуда идет. Вот. Вот ей больше всего возмущается. Не может спокойно смотреть, как взрослые мужики унижаются. Бегают по звонку. Бегают по звонку. А надо как? Ползать? Да. Это скажи недалеко. У вас что, совсем нет самолюбия? О-о-о. С дорогами вылезал. Вылезал. Самолюбие. Самолюбие. И Абсолют говорит так, если тебя, говорит, исправляли, там обличали где-то, поблагодари за намерение, если тебе даже нет этого. Поцелуй за намерение. Это сейчас совершенно безбожие. Он не думает о жизни будущей. И как туда Господь кого примет. Твое я не пролезет. Надо, чтобы живу не я, а живет во мне Христос. Кто сказал? Апостол Павел. А почему они боятся и я? А последнюю букву они забывают. Как раз по-славянски ААЗ первая группа, а не последняя. Их разрывает на части, когда вы начинаете хвалиться. Как я хвалил Бога? Да. А потом, как говорите, ну это все Господь. Ну Павел говорит, я более всех потрудился, более народу, более все перечисляю. Почему ему не приписываете это? Вам, говорит, надлежало хвалить меня. Так нарывается на похвалу. Вам надлежало хвалить меня. Ставить пример. Итак, подражайте мне, как я Христу. Вы можете сказать это? Я вот этого в православии вообще не слышал никогда. То есть вот это, грешный, супергрешный, вот молодец. Какой-то смиренный человек. Мне один Павел пишет. Я когда бы не считал, Павел говорит, я боли, гонения, кто другое. Я ничего не вижу, я сразу вижу вас. Вот и все. А то начинают там вы, там сектант неправославные, а за мной епископы гоняются всю жизнь, чтобы меня рукоположили священники. Да еще повыше. Тут митрополит сидит, епископы, и уговаривает, спроси, где это было, когда. Когда на все унижения идут, только лишь бы рукоположили. Вот где унижение-то. И это унижение описывает Андрей Кураев. От тебя ноги вытирают, я тебя выгоню, монаха, и ты не имеешь права жаловаться на меня. И все, вот это, дом подпиши. А у нас как, я дом этот подарил, этому подарил, и кто-то бросал. Я не беру, а дарю. Они даже это не понимают. Вот, дальше. Просто тряпки какие-то. Возгордись теперь, тряпки сбросим, покажи на готов. Нет, самолюбие. У вас в городе нет работы? Вы инвалид? А где в городе? А где? Ну типа, езжай в Омск. Намекает. И работает. Вы инвалид? Спрашивает. Ну. Какой пример вы подаете сыну? Да сын-то, скажи, знать ничего не знает. Ну а тут-то еще сказать. Работы хватает. Надо работать. Я к этому побуждаю. Работу брать тяжелую. Никита просился, когда я говорю, иди на шахту работай. Никита зачем туда, родственники живут в Москве или под Москвой, зачем туда ехать? А он говорит, я во всем интернете ничего подобного не нашел, что моей душой никто заниматься не будет. А за ним гоняются священники. Ну понимаете, это до какого состояния надо дойти, чтобы не понимать, что вы делаете? Священники. То есть, ни к чему если человек никогда не гонен будет, где-то брошено, я не конкретно об Никите говорю, то это только идти в священники. Лежат в больнице и лежит партор, партийный организатор, секретарь партийной ячейки. И поп лежит рядом. Он говорит, и куда сейчас перестройку? Да не знаю, говорит, партии нет, а теперь я нет. Говорят, в попы иди к нам. Ты столько знаешь и все. Больше некуда. Или в экологию. Смотреть за природой, которую выжигают, продают. Сейчас в Бурятии там идут такие демонстрации, что вырубают Китай полностью. Голые в скалы стоят. Этого не видят и не трогают. И далее. И далее. То есть, какой пример ты подаешь сыну, бегая на задних лапках перед Лапкиным? Да. Он с зоны взял все. Как? С зоны он взял все. Ну все вот. Все, что у вас есть, вы взяли с зоны. С зоны? С зоны, да. А что именно я взял оттуда? Все, пишет. Ну что все? И нара у него. Ну нары, да. Что дальше нары? Батюшка. Так, подожди. Слово нары это не все. О ней я никогда на зоне не был, у меня палати были с детства. Отец наш не был, там у нас всегда были палати 10 ребятишек. Ну не знаю, что сказать. Вот вопрос, Игнать Игорьич. Неужели на зоны нельзя взять что-то доброе? Там же, там что, сплошное злое? Или на зоне есть что-то, что можно там позаимствовать? На зоне? Да. Там есть что-то доброе, вы почувствуете? Да там и то, что доброе. Ты таких людей на воле не встретишь. Ну ты вот конкретно, посмотри фильм стоит, Шакуров играет Брежнева. Брежнев. Играют, я забываю, что это Брежнев. Он слышит в окно там что-то кричат, он тогда встал с постели, он там подходит. И говорит, что там происходит. Ему говорят, так и так, что человек был, приведите его ко мне. Ну и привели. Оказывается, он в партийной, а сын редактора, там Мордовской области где-то, его посадили за то, что обличил. Я говорю, а почему в центральный комитет, это там, комитет партии обращались, пользы никакой нету. А у него документы вырвали, все разбросали. А вестик не хотят. Когда сказали вести, да он, это так это, у него там неладно со здоровьем. Я сказал, приведите. Его привели. Его пока поговорили ночью с секретарем-то. И вот там влево бах, у мужика разрыв сердца, угры здесь же у него в кабинете. Понимаешь? Теперь смотрим. А сколько людей ко мне пришло там? Ты бы знал, как ко мне ночью подползали зэки, когда убивают. Боже, я рядом с вами встрою, встану. А меня КГБ охраняло. Посадили и охраняли. Я благодарен Богу. Значит, сшибают и посторончик ломают, прыгает там дубина такая. Это ничего нельзя сделать. Я из зоны принес очень много хорошего. Лично не болтать. Телефон только беру, я сказал, говори. Не надо. Здравствуйте, до свидания. Говори. Одно слово, все ясно. Так что, уже отошел, закрываю, чтобы он не ждал, еще прервался. Два слова одни, они показывают, люди ценят время. Я видел там таких благодарных людей, начальство хорошее, которые как ко мне относились, зэки, которые потом писали. Там были свидетели Югова, сидели замечательные ребята. Есть там, конечно, и преступники. Но не все. Я говорю, а кто? Ботаник. Ботаник из наркомана. Пошли. Не знаю. Из зоны. Так. Вот. Батюшка. Да я рементирую, к слову сказать, с торготами политического заключенного. Она это ни слова не говорит. Как будто я сидел за то, что, а нельзя что сказать, педопил. Да педопил хорошее слово. Педопил любить. А превратили только одно насиловать малышей. Батюшка, его родной брат, сам не выдержал. И один раз ему сказал. Игнатий, прекращай. Не на зоне ведь. Батюшка сказал, я не знаю это. Врет. Когда батюшка один раз не выдержал. Он с нами не бывает нигде. Он только в храме вышел и все. А тут забежал вот это, что ты снимал где-то. Разбирали это. Это уже добавлять. Ну и сказал дальше, что не на зоне, то здесь место хуже, чем в зоне-то. Ты понимаешь, если в зоне ты держал в своих руках все. При тебе не курили, не матерились. В камере 70 человек, ни один не заматерится. А то душа-то ничего не знает. Просто башкара какая-то. А здесь ничего не влияет на них. Здесь хуже, чем на зоне. Ну вот, последнее предложение. Он же тиран. Так. Слово Божие знает хорошо. И на этом все. Так и я, значит, раз я знаю хорошо, то поступаю по Слову Божию. Мне никто никогда не скажет. Меня называют, если не воплощенным, что говорите, и ни один не найдет. Нашли бы они меня до 10-го колена разыскивали, когда судили-то. Нигде ничего не нашли. Ничего. Только стихотворение там про Ленина. Памятник. Стоит свой рот о щелев. По мёту птиц поставил голый щель. Вожь атеистов сонмища иуд. И они за это ухватились. Тоже в обвинении стояло. Пять лет я отдал масонству. И 14 лет занимался этой темой. Примерно через сколько ответ будет на канале? На это? Примерно через сколько ролик? Через неделю, да? Через неделю я только пошлю. Ровно через неделю. Ну и через две недели. Напишу. В течении 8-15 дней. Вот в этом промежутке. Потому что я не ставлю, я отсылаю. Администраторы там работают. Приветствую, Левтина. В течении 8-15 дней можете на канале, во свете Библии посмотреть ответ на вашу, так сказать, на ваше писание. А покажите лицо свое. И лицо даже. Да. Дайте адрес где живете. И вас известно. Поселок потеряют. Саманский район. Алтайский край. Мы то не скрываемся. Чего скрываетесь то? А раз скрывается человек, значит есть что скрывать. Я ни от милиции, ни от судей, ни от прокуроров. Нигде не скрываюсь. Открыто. Ну все, вот мы аудио послание ей посылали. Давай говори. Все, я послал. Я не верю в это, что там какая-то женщина, Левтина, они все в мальчике. Так, еще Даша. Ужать будешь? Да, попью только. Чай. Какого? Все, давай потом посмотрим. А то я уйду. Ну все, давай 然後...